Вас приветствует шоу Утренняя Родина с Антоном Пикули, и я его ведущий, Антон Пикули. Утренняя Родина это как утренняя почта, только выходит во времена другого застоя. Ну и еще одна схожесть, мы также получаем от вас все эти приятные пожелания и письма. Вот одно из них. Алексей Навальный, который стебал пилораму Киасаяна, запустил на своем ютуб канале программу Утренняя Родина, в сравнении с которой та самая пилорама просто кладезь тонкого и изысканного юмора. Хотите посмотреть на этот изысканный кладезь? Вот вам немного свежего, тонкого юмора. С нами на прямой связи темная страница американской истории Барак Обама. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. Это кусок из недавнего выпуска международной пилорамы с Тиграном Киасаяном. Напомню, что это шоу снимают Маргарита Симоньян и Тигран Киасаян на государственные миллионы, выделенные их новостному госканалу Россия Тодей. А потом продают его на НТВ, да еще и рекламу внутри пилорамы на НТВ сбывать умудряются. Но лизоблюдство, конечно, не стоит миллионы, поэтому сдачу они откладывают себе в карман. И это всегда было мерзко, но недавно в международной пилораме показали настолько оскорбительную расистскую пародию на Барака Обаму, что пилорама реально стала международной. Их ненавидели только в России. Теперь их ненавидит весь мир. Прорыв. А все почему? Гадки Обама написал в своей автобиографии, что российское правительство во главе с Путиным напоминает ему преступную группировку. Получай симметричный ответ. Вы считаете эту книгу своим достижением? Конечно. Потому что до вас никто из ваших родственников не писал книги? Потому что до меня никто из моих родственников вообще не умел писать. О нет, Обама опозорен. Сидит сейчас, наверное, плачет. Испоминает неграмотную мать с ученой степенью доктора наук и неграмотного отца, который закончил всего лишь два университета США. Один из которых Гарвард. Я сегодня начал читать вашу книгу. Последнюю? Надеюсь. Вот такая позорная заказуха, к которой мы в России давно привыкли, но... Весь остальной-то мир в шоке. Таймс, Вашингтон-Пост, Пьер Нарцисс. Все обвинили Кесаяна в расизме. Я считаю, что такие ведущие получат где-нибудь по морде. Он сам должен доказать, что он мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца. Ага, Пьер. В стране с таким государственным телевидением мы теперь живем. А ведь ты нас еще шесть лет назад предупреждал. А мы не слушали. Какая страна? Сильная. Могущая. Но это еще не все. Предвидев критику, зачатки будущих оправданий, Кеосаян сразу озвучил в пародии. Здравствуйте, здравствуйте. Black Lives Matter. Да можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают и все. Это самое нерасистское заявление, которое я когда-либо слышал. И потом эту гениальную мысль в ответ на обвинение западных изданий развивала уже у себя в Твиттере Маргарита Симоньян. Получила запрос от британской газеты Times в последнем выпуске международной пилорамы, где была пародия на Обаму. Вот мой ответ. Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим этническим носом. И своей, и моей принадлежностью к черным. Погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют черными в России. Эй, рэпер-обамка, чё там, писать-то хоть умеешь? Так, не бойся, это не расизм. У меня нос. Знаете, я и сам своего рода черный. Неспособность Times понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не об... Погублите, не орать. Не мат. У нас нет расизма. Максимум. Квартиры сдают только для славян, и всё. И мне стало интересно, что же такого написал Обама, что на него нужно было сразу спустить кладезь юмора. Обама отмечает, что Россия уже перестала быть сверхдержавой. Её ядерный арсенал уступает США, у неё нет масштабной сети союзников и баз, а экономика почти полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Жизни обычных россиян омрачны коррупцией и имущественным неравенством, лишённая идеологических опор светлого будущего в виде объединившихся рабочих, сбросивших свои цепи. Россия при Путине стала замкнутой страной с подозрением, относящейся к внешнему миру. Возможно, её стоит бояться, но не подражать ей. Именно этот разрыв между реальным положением дел в современной России и требованием Путина считать её сверхдержавой, думал я, и помогает объяснить возрастающую воинственность страны во внешних отношениях, считает экс-президент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не видели книгу, но пробежаться будет интересно. Пробежаться по всем пропагандистским каналам и отслюнявить бюджетных миллиардов имеется в виду. Это всегда интересно. Следственный комитет массово вызывает на допросы пожилых людей, которые могли видеть преступления нацистов во время Сталинградской битвы. Что за дебильная идея? В смысле могли видеть? Я думаю, преступления нацистов во время Сталинградской битвы могли видеть все, кто сражался с нацистами во время Сталинградской битвы. Потому что война это преступление. Повестку отправили 94-летнему жителю Волгограда, который во время войны побывал в немецком плену. В повестке следователя указано, что пенсионер должен сегодня, 1 декабря, явиться на допрос по делу об убийстве немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками не менее 1700 советских граждан во время оккупации Сталинградской области. И это, конечно же, самое важное дело на весь Волгоград. У нас допрос. Возможно, ветеран. Родственники не сказали пожилому волгоградцу о вызове в полицию, чтобы не подорвать его здоровье. По словам внука, связавшегося со следователем, аналогичные повестки рассылают по всей России, только в центральном районе Волгограда 80 адресатов. Очень удобный способ. Заразить коронавирусом одновременно 80 ветеранов и вернуть в бюджет центрального района Волгограда 80 пенсий ветеранов войны. Или для чего это все? Даже если вы узнаете у 94-летнего дедушки фамилию, имя и точную внешность немецко-фашистского захватчика. Они там в Германии все наверняка давно умерли. Это так тупо и бесполезно. Но, конечно, скрепно. Расследуем дела времен войны, вспоминаем успехи времен войны, живем как во времена войны. Непонятно, в какой атмосфере будет проходить допрос, какими методами. Родственники отказались приводить своего дедушку. Следователь им сообщил, что на самом деле очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут. Что он сам понимает, что это определенная нелепость. Нужен совершенно другой подход к таким людям, которые пережили ужасы войны, были в нацистских лагерях. Действительно, если кто-то во время допроса из-за стресса или коронавируса случайно умрет, это будет определенная нелепость. Надо как-то менять подход. Например, не добивать ветеранов. По словам сотрудника СК РФ, основные следственные действия это все-таки не допросы стариков, а экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов. Поэтому мы допросим всего 80 стариков. Отметим, что именно в июле в ходе всероссийского голосования получили всенародное одобрение поправки к Конституции, важнейшее из которых предусматривало обнуление президентских сроков Владимира Путина. А еще одна поправка содержала утверждение, что Россия отныне обеспечивает защиту исторической правды и не допускает умаления значения подвига народа при защите Отечества. Эта поправка придала новый импульс борьбе с фальсификациями истории. Вот и ответ, для чего это все. Обеспечить защиту исторических ветеранов в процессе, видимо, не планировалось. И еще в поправках, кстати, обещали обеспечить доступную медицину и защитить природные богатства. Следователи пообещали не применять санкции за отказ явиться на допрос. Ну раз пообещали... Загадка. В названии какой музыкальной группы одновременно спрятано слово, которым Путин считает себя и которым Путина считает народ? Не скажу. Но вот вам абсолютно не связана с этим новость про группу Король и Шут. Музыкальный стриминг Spotify впервые подвел музыкальные итоги года в России. В тройку самых популярных групп 2020 года попал Король и Шут. Остальные группы в списке ожидаемы и закономерны. Но Король и Шут? Когда я об этом узнал, у меня был просто горшок. Хотя 2020 этот проклятый старый год. Возьми любую песню Киша и как будто бы о 2020 поется. Вот строчки о карантине. Мне больно видеть белый свет. Мечтаю только о леде. Вот о самой коронавирусной инфекции. Чих не волится впереди? Зачем тебе охотиться на людей? А вот даже про Путина и новичок. Отсыпай душу яд, всегда он рад. Так что ничего удивительного в их популярности в этом году нет. В стране, где нет расизма, нет здравого смысла и нет ни на что надежд. Только и думаешь как... Но не умру, а безопасно войду в воду солдатикам. Примечание Роскомнадзора. Вот я был и вот меня. Попросили отойти от края скалы. Примечание Роскомнадзора. Нигде не расскажут, потому что ничего не случилось. Примечание Роскомнадзора. Что в России означают заголовки типа... В выходные по собственному желанию умерли трое жителей Ульяновской области. А мы поздравляем группу Короля Шут с заслуженным местом в тройке самых популярных групп 2020 года. Но надеемся, что они никогда не доберутся до первого. Потому что это... Что вообще должно такое случиться? Зомби-апокалипсис? А с вами было шоу «Утренняя Родина» с Антоном Пикули. Ставьте лайк, если угадали загадку в последней новости. И подписывайтесь на канал, если вам нравится это шоу. Ну и становитесь спонсорами, если хотите поддержать деятельность всего канала. Пока. Я сегодня начал читать...